Школьники со всех районах Харькова учатся оказывать первую помощь. Волонтёры и спасатели показывают, как тушить пожар, действовать при обнаружении взрывоопасных предметов, демонстрируют приёмы первой доврачебной помощи. Организаторы рассказывают, программу старались сделать разнообразной. Подросткам предложили примерить спецодежду, а также на практике попробовать свои силы в оказании помощи. Мы стараемся, чтобы школьники не просто послушали, как это обычно бывает, а стараемся, чтобы школьники попробовали поделать что-то руками, им задать какие-то ситуации, в которых они могут столкнуться, чтобы они попытались из них правильно выйти. Мы же хотим объяснить детям, что на самом деле они могут сделать те навыки, которые помогут пострадавшему дождаться приезда или скорой помощи, или же облегчат его страдания. Я увидела, как оказывать первую помощь людям, также я научилась, как накладывать шину, видела, как устроена пожарная машина. Я считаю, что это мероприятие вообще помогает людям в том, как ориентироваться в критических ситуациях. И сейчас, я думаю, это актуально в наше время. К работе со школьниками также привлекли курсантов университета гражданской защиты. Они поделились с младшими товарищами недавно приобретенными навыками и умениями по спасению человеческих жизней. Есть уже какие-то азы, я бы хотела поделиться школьниками. Я недавно была школьником, поэтому я думаю, это важно. Особенно в наше время это полезно очень. Также, когда ты знаешь, что нужно делать, ты меньше паникуешь, поэтому у тебя больше получается, больше пользы. Спасатели отмечают подобные акции, формируют у подростков навыки правильного поведения при чрезвычайных ситуациях. По статистике, каждый пятый пострадавший мог бы выжить, если бы ему вовремя оказали первую доврачебную помощь. Если человек окажет первую доврачебную помощь правильно, он выживет при любых ситуациях, какие бы он травмы не получил. Мы все прекрасно понимаем, что если происходит чрезвычайная ситуация, и такие же травмы можно при них получить. То есть, если вы попадаете в чрезвычайную помощь, вы можете получить и переломы, у вас могут быть растяжения и так далее. В мастер-классе приняли участие около 600 учеников средних школ возрастом от 12 до 15 лет. Это не последняя подобная акция, обещают в госслужбе под чрезвычайным ситуациям. Ксения Ручко, Борис Буцавич, Медиагруппа «Объектив».